здравствуйте друзья у нас вопрос ждал своего часа с марта месяца мне 26 лет я не окончил вуз изначально ошибся с выбором специальности финансист пробовал себя в бизнесе открыл фирму не было времени и энергии совмещать все это с учебой начитался мотивирующих книг почувствовал себя самым умным и ушел теперь отчасти жалею так как с бизнесом не пошло и появились некоторые препятствия на пути ввиду отсутствия диплома ситуация вот чем я хочу попробовать себя программист еще в средней школе ходил на курсы по программированию мне было интересно конструировать проектировать что-то особенно когда все задуманное начинало работать меня это очень восхищало но было очень много шума в голове долго рассказывать но в конце концов меня переклинило я пошел учиться на финансиста все из-за моей неопределенности и смутного представления о будущем вы не одиноки понимаю что можно найти работу программиста в россии и без диплома но с детства мечтал переехать жить в сша для меня это было что-то вроде мечты далеком будущем сейчас серьезно занялся планированием переезда уровень английского на данный момент выше среднего но из-за отсутствия диплома возникает много трудностей для h1b например обязателен диплом виза по работе когда тебя везут до нужен диплом то есть а там есть упоминание о том что подойдет три года опыта за год учебы то есть 12 лет надо проработать чтобы был эквивалент диплома но мне кажется это все очень ненадежно слышал что в любой момент это условие могут отменить и поэтому не хотел бы делать на это ставку а мысль о том чтобы пойти учиться пять лет только ради корочки мне не совсем нравится потому что я довольно много уже изучил самостоятельно я быстро все схватываю и понял что лучше получать недостающие знания по ходу так как они лучше закрепляются на практике но если придет так поступить чтобы осуществить мечту переезда я пойду на это что вы можете посоветовать ведь непонятно еще что с самой визой h1b будет так как все мои действия получаются направлены только на этот вид иммиграции хотя даже не факт что получишь green card через h1b может я пока мыслю слишком близорука могли бы вы высказать свое мнение по этому поводу заранее благодарен ну что друзья давайте поболтаем первым делом я скажу что молодой человек в принципе все правильно понимает то есть он так немножко как бы скачет чуть-чуть чуть-чуть он говорит вот надо бы получить высшее образование потому что без него не иммигрировать а и иммигрировать это мечта потом начинает говорить с другой стороны зачем мне высшее образование учиться я и без этого могу это конечно но ты же хотел иммигрировать в эти но дальше он возвращается он говорит но если для эмиграции надо получить корочку то я в принципе не ну что же делать я пойду и поручу получу коры поэтому нельзя сказать чтобы мы тут его могли как-то сильно скорректировать потому что он на самом деле все все понимает правильно и я думаю что задача больше помочь ему утвердиться в его понимании нежели там дать ему какое-то новое необычное понимание а для наших зрителей мы сейчас просто попробуем проанализировать разные пути иммиграции потому что вот я недавно говорил как раз что не надо там все яйца в одну корзинку складывать вот мы сейчас посмотрим он кстати обратите внимание он про лотерею гринкард вообще ни слова не сказал то есть я надеюсь что он играет потому что шанс какой то есть не на не нулевой но тем не менее он даже вообще не упомянул он как вот я там думаю об эмиграции через работу тут есть два момента значит важных момент первый тебя должны взять на работу и в этом смысле надо представлять из себя ценность как специалист то есть вы должны ну любой из нас до кто хочет быть ценным как специалист тем более если это связано с эмиграцией должен спросить себя что я вот могу предложить вы хотите по максимуму использовать свои возможности ресурсы и так далее я вот недавно с человеком беседовал который живет там в питере и он там ему там хорошо в питере и он говорит а чё я почти практически не работаю здесь же вкалывать на хотя они не друзья если вы хотите не работать то я не берусь советовать но если вы готовы вкалывать и вам нравится вкалывать то в общем то отлично начинайте вкалывать прямо дома вот а потом будете продолжать вкалывать здесь так вот вкалывать поэтому конечно с одной стороны это неплохо все он идет пусть идет работать программистом может быть курсы закончить может еще как-то я не знаю как его возьмут ну допустим вот он говорит что это не 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 проблема идеи работы программистов параллельно с этим пойди и учись заочно я не знаю как это сегодня работает но вот я могу сказать что когда я был в его возрасте практически я уже закончил институт связи и работал там вкб дизайнером там цифровой схемотехники но вот мне приспичило получить образование по математике это было был город калинин часто дверь вот это от москвы там два часа на электричке в общем так удобно было я поступил на заочное отделение и там было шесть лет надо было чтобы его закончить 6 лет на дневном отделении было 5 на заочном было 6 я его закончил за 4 там была удобная система можно было подъезжать знаете что по субботам на каждой кафедре был дежурный преподаватель то есть если кто-то приходит сдать экзамен всегда можно было прийти и сдать экзамен я вот так просто ускоренно сдавал я за первый год прошел по-моему три курса ну кое-что мне перезачли там из того что я раньше я за первый год прошел три курса а дальше уже никуда не спешил хотя мог бы тоже если вы настроение было я мог бы там еще быстрее закончить я к чему рассказываю для рабочей визы образование не должно быть обязательно очным может быть и заочно работая себе на здоровье на работе вот я работал в кб ничего страшного работая на учи там что нам нужно учить с одной стороны у тебя будет опыт и вот такая ценность с другой стороны у тебя будет диплом о высшем образовании который позволяет тебе не тормознуться в момент получения визы вот собственно и все ты просто снимаешь себя вот эти вот эти кандалы которыми ты привязан на 12 лет ведь нет образования извини и все работодатель есть а визы нет поэтому я бы так сделал не обязательно там учиться сколько там на этом заочном сколько они там все запланировали учитесь быстрее сдавайте быстрее тем более такой способные все на ходу хватает и не учитесь для корочки для корочки учиться там совершенно нормальные дисциплины учитесь сдавайте экзамен пройдите его там если вы такой способны за два года чего такого но если способны вот и все значит это одна сторона да насчет сомнений типа могут отменить то могут отменить все вообще неизвестно что будет с визой рабочий и это правда неизвестно потому что сейчас как бы есть такая тенденция сделать ее более завязанный на квалификацию человека нежели вот как сейчас случайным выбором там выбирают из кандидатов да там без двухсот там двадцати тысяч там выбирают 65 тысяч случайным образом это не вариант конечно они хотят сделать чтобы выбирались те за кого работодатель готов больше заплатить ну так значит мы опять возвращаемся к вопросу о ценности человека если за тебя 120 тысяч дают в год да это одна история если на тебе пытаются сэкономить и предлагают тебе там не знаю там 82 это другая история значит быть будьте на уровне где дают 120 130 140 150 не бог весть пять лет пять лет опыта программист 150 тысяч сейчас нормально получать поэтому не не бог весть вот вот этим и займитесь и еще одна раз мы про работу говорим значит еще одна фишечка которую бы я добавил ну помимо помимо лотереи которые с работой не связано да значит мы один способ это рабочая виза h1b 2 лотерея 3 вот мы на днях делали сюжет с парнем из беларуси александром который приехал он приехал на самом деле не в командировку как там прозвучало он приехал как раз по визе эльбан то есть его перевели из офиса в гомеле в офис не знаю какой тут вот у нас в каком офисе он работает сан-франциско может быть и вот так произошло значит есть компания и по мне единственная компания уже очень большой вот но есть компании другие тоже которые вот этим же самым занимаются значит аутсорсингом у них есть офисы там в разных странах мира и так далее вот у ипама в сша много разных офисов вы можете еще если вас готовы перевести вы говорите вот я на выбор то вот я техас вот тебе там филадельфия вот тебе сиэтл сан-франциско лосанцуз понимаете это же тоже путь и насколько я понимаю при этом раскладе даже высшее образование нет не требуется то есть если компания вас переводит я не знаю деталей я я извиняюсь заранее если что-то не так сказал но насколько я понимаю там не стоит вопрос об образовании а стоит вопрос что вас корпорация перевела там внутренним каким-то образом вы ей нужны вот собственно и все поэтому да и и грин карту тоже можно сделать поэтому вот вам уже третий способ значит h1b лотерея виза эль если вы закончите образование вас будет степень бакалавра вы сможете приехать вот я с таней богдановой недавно делал сюжет она там рассказывала о том как ребята приезжают сюда получать мастера и практически с ходу имеют возможность работать то есть они там учатся два дня в неделю опять дней в неделю могут работать и и через это тоже в конечном счете опять же они получают h1b скорее всего и так далее иммигрирует но есть много-много заходов на теги на наш на нашем канале они есть все просто вот разложите как карты перед собой там пасьян с такой и скажите это тоже возможно и это возможно и вот это возможно в конце концов если парень холостой значит соответственно есть есть не нулевая вероятность того что вот он допустим женится на обладатели там обладательницы американского гражданства там но вы до этого должны что-то делать я не имею ввиду там торговать собой я совсем не это имел ввиду но надо быть каком-то тусники надо общаться с людьми конечно лучше если вы находитесь в это время в сша уже там не важно студенческая виза или там какая еще практикантская там джей что тоже направление да то есть и когда он закончит своего этого бакалавра вот он может приехать но там обычно лет до 35 они ограничивают значит он может приехать сюда и поработать вот так по практикантской визитом полтора года ну то есть много-много-много чего есть мы и мы даже не сказали ни одного слова про политического убежища которые тоже есть то есть фактически вот у парня даже я не знаю какой какой есть такой путь чтобы вот ему не подошел ну хорошо там есть виза и green card и есть для людей с экстраординарными способностями ну хорошо мы не знаем если у него какие-то экстраординарные способности так вроде он ничего не сказал вот ну значит нет ну хорошо отложили эту а так остальные практически все на руках смотрите как здорово поэтому вот собственно такой анализ и знаете что давайте я на себя поверну как раз тенечек у нас тут я люблю видеть нашего зрителя вот вот я вот теперь вижу и я хочу сказать что при том что конечно ему 26 лет и гораздо правильнее было бы вот этим всем озаботиться ну скажем там я уже не говорю про 18 ну даже даже в 22 знаете то есть вот если бы он в 22 озаботился то сегодня он бы уже реально имел несколько лет опыта программистом уже наверное бы заканчивал там а может быть уже бы и закончил имел бы свою корочку и был бы совсем другом состоянии но но и 26 не 48 понимаете значит то что должно произойти в 26 должно пусть произойдет 26 ну что что же такого вот так что я не знаю увидеть ли он этот сюжет потому что вопрос у нас полгода там пролежал и я хочу сказать что он не был коротким этот вопрос но он не был таким длинным как нам пишут я просто из-за длины этих вопросов не в состоянии их зачитывать в на видео то что там 10 минут только зачитать то есть если кто-то хочет чтобы его вопрос отвечали он должен формулировать очень-очень кратко иногда сложно сформулировать кратко но как бы если длинно то нет нет возможности ответить так бы я сказал ну что друзья давайте пожелаем парню успехов и всем тем кто размышляет в этом же ключе или в похожем ключе тоже пожелаем успехов пусть все будет у них здорово счастливо